За прошлый год мы произвели 35 тысяч километров оптических кабелей. В основном это самонесущие кабели, кабели для укладки в грунт, кабели для укладки в кабельную канализацию. По показателю выпуска кабеля мы в 2013 году стали номером один среди всех заводов-производителей на территории стран СНГ. Важную роль в наших достижениях сыграли наши партнеры, наши дилеры. Это компании, в которых мы уверены, в которых рекомендуем как наших представителей. Мы продаем свои кабели через наших дилеров. Очень важным событием прошедшего года стало то, что завод Инкап начал применять новейшее оптическое волокно от компании Корнинг, волокно Ультра. В течение 2013 года мы проводили тестирование кабелей на основе этого волокна, а с февраля 2014 полностью перешли на применение в своих кабелях только волокна Корнинг Ультра. То есть теперь все кабели Инкап производятся с новейшим оптическим волокном от Корнинга. Это волокно Ультра обладает двумя очень важными преимуществами. Первое преимущество это пониженное затухание сигнала. Затухание сигнала в волокне Ультра не превышает 0,18 дБ на километр, что минимум на 10% лучше, чем у стандартных одномодовых волокн. И второе преимущество это заключается в том, что это волокно в 10 раз более стойкое к изгибам, чем стандартное одномодовое волокно. Это преимущество дает существенное повышение надежности линии связи, построенной на кабеле с применением волокна Ультра. Также я хочу сказать, что это волокно позволило нам разработать новые типы кабелей, микро и мини конструкции, которые полностью удовлетворяют всем требованиям и по характеристикам соответствуют стандартным оптическим кабелям, но при этом стоят значительно дешевле. Хочется отметить, что завод НКП обладает самой широкой линейкой конструкции оптического кабеля в России. Из 41 конструкции 23 являются легкими, суперлегкими или микроконструкциями. Мы понимаем, что заказчики ищут оптимального решения своих задач. И мы, как производители и поставщик волоконно-оптических кабелей, стараемся идти вровень с их потребностями и предлагать им оптимальные решения, оптимальные конструкции кабелей для того, чтобы устроить волоконно-оптическую сеть. Очень значимым направлением в нашей работе являются кабели для FTTH, для проектов «Волокно в дом». В 2012 году мы первые в России запустили производство многоволоконных вертикальных кабелей со свободным доступом к волокну, так называемых райзеров. А в 2013 году мы расширили линейку FTTH кабелей и внедрили в производство кабели для подключения коттеджных поселков, для подключения индивидуальных домов, так называемый «дробкабель». Мы видим, что интерес операторов все больше и больше с многоквартирных домов, с крупных городов смещается на индивидуальное строительство, на коттеджные поселки, на индивидуальные дома. И специально под эти задачи разработали полную линейку кабелей, как для магистрального сегмента, так и для разводки по поселку и до доведения волокна до абонента. То есть, НКП предлагает все типы кабелей, которые необходимы для строительства сети под ключ. Я хочу подробнее сказать о нашей новой разработке, о дробкабеле «Бабочка» на 400 ньютонов. Это кабель, который применяется при подвеске до 50 метров. Он негорючий, его можно вводить прямо в здание. Он очень быстро и легко разделывается, то есть время на подключение абонентов сокращается. И он работает при температурах от минус 60 до плюс 70. Это уникальные характеристики для дробкабеля, и НКП предлагает эти кабели уже сейчас к поставке. Продолжение следует...